Ни одна специальность порой не приносит столько моральных переживаний, как врачебная. Так считал известный писатель Антон Чехов. Это программа «Точка зрения». Здравствуйте! О буднях череповецких медиков будем сегодня разговаривать с нашим гостем. Большим удовольствием вам его представляю. Это главный врач медсанчасти «Северсталь» Евгений Дрозд. Евгений Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Антон Павлович, известный писатель и врач, к тому же, прав ли он был, говоря о том, что вот столько моральных переживаний приходится на долю врачей? Конечно, без сомнения. Ну и врачи, и вообще медицинские работники, они ведь через себя пропускают всю боль, с которой сталкиваются состояние пациента, все равно нужно пропустить через себя. Из этого складывается как раз профессия, сюда входит и, конечно, огромная доля милосердия. И вот, конечно, такие переживания. Наша профессия, она... Нужно все пропустить через себя. Конечно, прав Чехов. Вот год 2021 подходит к концу, пандемия у нас никак не заканчивается. Вот каким он был вообще для медиков и для медиков вашего учреждения? Насколько он был сложным или он был для вас обычным, непривычным? Какой он был? Конечно, это был необычный год. Мы все прекрасно понимаем причину. Колоссальная нагрузка на всю систему здравоохранения, на систему здравоохранения города Череповца, на медсанчасть. В условиях пандемии, конечно, и вот этого взлета, который был во второй половине года, конечно, пришлось очень нелегко. Если говорить про оборудование, появилось ли какое-то новое оборудование в городе Череповце? И вот очень интересует меня, конечно, это установки, которые вырабатывают кислород. Очень много я читала о том, что вот кислорода в стране не хватает. Как у нас с этим? У нас сейчас никаких проблем нет по Череповцу. И мы были готовы к этому. Мы были готовы к тому, что, возможно, нужно будет развернуть койки дополнительные. Для них понадобится кислород. И мы уже заранее, в начале года, из средств областного бюджета, то, что касается кислородных концентраторов, мы установили концентратор в медсанчасти. То есть сейчас мы вообще не зависим от внешнего источника кислорода, от баллонов мы мало зависим. У нас концентратор, в общем-то, обеспечивает полностью все наши нужды. Не только отделение, которое оказывает помощь коронавирусным пациентам, но и вообще всего больничного городка-стационара. Новое оборудование получили другие учреждения. И областная больница номер 2, и городская больница, моногоспиталь наш тоже установки газификации получили. Плюс еще были закуплены дополнительно кислородные концентраторы, условно говоря, маленькие, индивидуальные. То есть для каждого пациента, который вырабатывает кислород, тоже мы это сделали. Поэтому сейчас проблем с кислородом никаких нет. Другое оборудование какое-то было закуплено, или все силы все-таки были брошены на борьбу с коронавирусом? Какая-то часть, да, действительно, огромный объем на борьбу. То есть это дыхательное оборудование, это аппараты ИВЛ, это увлажнители для кислорода, это мониторы наблюдения за пациентом, но и помимо этого тоже большой объем по другим направлениям. Мы понимаем, что рано или поздно пандемия закончится, и нам нужно будет оказывать помощь в обычных условиях. И мы понимаем перспективы, которые стоят перед нами. Ну, например, мы планируем развивать дальше направление офтальмологии. Поэтому здесь существенные были такие вливания и закупка оборудования самого современного для проведения операций по замене хрусталика, для проведения лазерных операций. Оборудование для родильного дома, это мониторы для наблюдения за состоянием у беременных, за состоянием плода матери. То есть по другим направлениям тоже достаточно большой объем оборудования был приобретен. Хочу спросить, вот врачи, которые работают в красной зоне, понятно, что на них вообще колоссальная нагрузка, особенно вот в последнем, правильно вы говорите, мы все видели и наблюдали, какой стремительный был рост заболеваемости в сутки. Как справляетесь, как они вообще выдерживают вот этот накал? Ну, опять же, повторю, мы были готовы к этому. И у нас еще до открытия красной зоны и открытия вот этой больницы, внутри больницы для помощи таким пациентам. Мы уже заранее были готовы по штатному расписанию, по кадрам, ну и опять же по оборудованию, по расходным материалам, по лекарствам, по кислороду. Мы были готовы. И по персоналу у нас проблем не возникло. Мы полностью сразу укомплектовали вот это отделение для оказания помощи. Ну, конечно, в первые дни такое напряжение было, это понятно, потому что большой объем поступлений, но мы с этим справились совершенно спокойно. И сейчас мы и доктора, и медсестры, уборщики, санитарочки, весь персонал, который там работает, в общем-то, работает, ну, условно говоря, в штатном режиме. Конечно, нагрузка, она такая колоссальная, и сейчас стало немножко полегче, потому что количество пациентов таких уменьшилось, и уже алгоритмы определенные есть там оказания, но все равно, конечно, накладывается в отпечаток помощь таким пациентам. Вот вы говорите, укомплектовали отделение, да, специалистами, медиками, младшим медицинским персоналом, но ведь вопрос кадровый, он именно в медицине стоит очень остро в нашем городе, не хватает и узких специалистов, и вот широкого профиля, да, и терапевтов, врачей общей практики. Как вообще решается эта кадровая проблема в городе, и насколько охотно идут молодые специалисты работать к нам, в Череповец, в наши медицинские учреждения? – Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, вот мы приняли 11 новых сотрудников, 11 врачей, из них 6 сразу после окончания вуза, то есть это, в общем-то, такая приличная цифра. В первую очередь мы старались укомплектовать первичное звено, то есть амбулаторную помощь, и, в общем-то, мы, конечно, не забываем о том, что нам необходимо привлекать, нам необходимо работать. Сейчас немножко сложнее стало с этим, потому что в дистанционном режиме мы работаем с вузами, сейчас дни открытых дверей проводятся дистанционно, но, тем не менее, мы все равно эту работу не оставляем, привлекаем и понимаем, что, в общем-то, молодые кадры – это наше будущее. – Целевое направление, целевики, как их называют, когда они идут по направлению от города учиться, молодые ребята, которые закончили школу, много из них возвращается обратно в Череповец? Или все-таки кто-то говорит, нет, я сюда не поеду? – Нет, если это целевик, то он должен вернуться, поэтому подавляющее большинство, конечно, возвращаются. – То есть город заботится об этом? – Естественно. – Много вообще отправляют ребят, вот именно по целевому направлению идут учиться? – Ну, у нас сейчас цифра очень приличная. В целом по Вологодской области и по Череповцу сложилось там где-то около 200, более 200, там цифра к 300 приближается уже целевиков, которые учатся на разных курсах в вузах. – То есть вот все те меры, которые мы используем по привлечению, по вовлечению в профессию, начиная со школы, они показывают свою эффективность. И дети хотят учиться, получают специальность врача. Мы это видим, это востребовано, и это дает свой эффект. Мы надеемся, что вот эти люди, они, конечно, вернутся все на территорию в Вологодской области. – Сейчас уже, да, идет тенденция к тому, что количество заболеваний в сутки снижается, и вот я слышала о том, что уже 100 койко мест закрывают. У вас не планируется ли вернуться обратно к тому режиму, как вы работали до вот этого случая, до этого события, когда вам пришлось объявить себя какой-то участок медсанчасти красной зоной? – Ну, вообще все решения принимает штаб Вологодской области, который решает проблемы, связанные с коронавирусом. И пока вот штаб принял решение по двум другим крупным тоже моногоспиталям сокращения 50-50, то есть это 100. Мы пока работаем в прежнем режиме, потому что, ну, ситуация только начала стабилизироваться. Вот, а дальше уже на штабе будут рассматриваться вопросы сокращаться, не сокращаться, закрывать, не закрывать. Но пока вот мы, по крайней мере, в течение этого года еще продолжаем работать в прежнем режиме. Режим повышенной готовности продлен по Вологодской области до 15 января. Ну и, соответственно, дальше вот от этой даты будут на штабе какие-то решения приниматься дальше, что делать. Это, опять же, в зависимости от той ситуации, как она будет развиваться. Сейчас огромный объем уже вакцинированных на территории Вологодской области. Мы очень рассчитываем на то, что это повлияет. И мы видим, что чем больше вакцинированных, тем меньше людей поступает в моногоспиталя. Евгений Владимирович, год 2021 уже заканчивается. Совсем немного осталось времени. Уже наверняка строите какие-то планы, уже какие-то перспективы для себя видите для развития медицины в Череповце. Что нас ждет в году 2022, если никакие-нибудь катаклизмы еще не вмешаются в нашу жизнь? Конечно, планы есть по развитию. Мы очень надеемся, что сейчас все-таки мы достигнем уровня иммунизации населения, то, которое запланировано. И это, конечно, поможет нам преодолеть пандемию, вернуться нам в чистое состояние. Соответственно, мы уже представляем те направления, где мы будем развиваться. Опять же, то, что я говорил про офтальмологию. У нас предстоит расширение отделения. Сейчас заканчивается уже ремонт дополнительных площадей для гемодиализа. Эта помощь тоже востребована. То есть мы планируем увеличить количество диализных мест. И после этого у нас будет самое крупное отделение гемодиализа на северо-западе в государственном учреждении. Эта помощь, она очень востребована. И мы понимаем, что это тоже наше развитие. По травматологии ортопедии тоже закуплено и новое оборудование. И наши кадры, они очень активно развиваются в плане оказания помощи по высоким технологиям. Это крупные суставы, это артероскопии, то есть операции с применением совершенно новейших технологий. И у них сейчас оборудование мирового уровня у травматологов и ортопедов. То есть вот такие вот основные направления. Мы уже понимаем, куда нам двигаться. То есть если я вас правильно поняла, если все пойдет хорошо и мы будем работать спокойно, и вы будете работать спокойно, в ближайшем будущем, будем так говорить, череповчанам не придется обращаться за высококвалифицированной медицинской помощью в столичные города. Как сейчас вот это приходится делать? Ну, конечно. Ну, по каким-то вопросам. Я понимаю, что, конечно, до клиник Москвы и Санкт-Петербурга, до научно-исследовательских институтов нам, наверное, еще надо немножко подождать. Та помощь, которую мы можем оказать на территории, и, конечно, мы стремимся к тому, чтобы пациенты получали ее у нас. И мы привлекаем еще с других территорий тоже пациентов. К нам приезжают из Ярославля, из Ярославской, вернее, области, из Тверской области, те, которые у нас вокруг, из Ленинградской области. К нам приезжают за помощью. Мы это видим. Мы же учитываем практически каждого пациента, видим, что мы востребованы, что она знает. Поэтому я думаю, что мы дальше будем развиваться, и это будет увеличиваться. Акушерство очень востребовано. У нас в родильном доме рожают тоже из, даже из Индии, из Москвы, из Санкт-Петербурга приезжают пациентки. Это очень отрадно, что череповецкие медики на таком хорошем счету не только у жителей Череповца, Вологодской области, а еще и близлежащих областей, даже еще и дальнего зарубежья. Наша программа подходит к концу. Я нашим зрителям еще раз напоминаю, что сегодня гостем программы «Точка зрения» был главный врач медсанчасти «Северсталь» Евгений Дрозд. Евгений Владимирович, благодарю вас. Всего вам самого доброго. И, конечно же, хочу пожелать здоровья вам и вашим коллегам. И прощаюсь с вами. Спасибо огромное. Прощаюсь с вами, уважаемые зрители. До встречи в программе «Точка зрения».